Добрый вечер, в эфире Вести Карачао-Черкесия, в студии Ярослав Щекланов. Сегодня глава Карачао-Черкесии Рашид Тимрезов в ходе рабочего визита встретился с мэром Москвы Сергеем Семеновичем Собяниным. В ходе встречи руководители обсудили вопросы сотрудничества Карачао-Черкесии и правительства Москвы по ряду направлений рассмотрели возможности партнерства в социальной и экономической сфере, туризме и культуре. Отдельно обсудили подготовку к празднованию столетия Карачао-Черкесии. Мы наметили ряд мероприятий в российской столице, приуроченные к вековому юбилею региона. Это будет еще одна возможность познакомить жителей и гостей Москвы с курортной скультурой и самобытностью народов республики. Его туристическим инвестиционным потенциалом отметил Рашид Тимрезов. Сегодня в столице республики состоялась встреча с руководителем управления Роспотребнадзора по Карачао-Черкесии Сергей Бескокотов. Рассказал, какова на данный момент ситуация с распространением коронавируса в республике. Помог ли локдаун снизить рост заболеваемости в регионе? Каково новое постановление госсанврача? Какие уровни QR-кодов существуют и каким образом они помогают? Что нужно делать при повышении температуры и в случае ухудшения ситуации, куда обращаться? А также меняется ли QR-код после ревакцинации? Ежедневно мы регистрируем около 90 заболевших с новой коронавирусной инфекцией. И, к сожалению, количество госпитализированных у нас также не уменьшается. В районе 900 человек находятся сейчас в госпиталях ковидных. И очень много средних и тяжелых форм развития болезни. Если гражданин имеет QR-код, а он может быть трех уровней. Это после прививок, после болезни или после отрицательного ПЦР-тестирования. После этих трех QR-код, гражданин может свободно посещать общественные места. QR-код гарантирует, что в общественное место не попадет больной человек. После вакцинации проходит в течение полугода. После этого необходимо пройти ревакцинацию. QR-код сохраняется, насколько я знаю, в течение одного года после проведения первых двух прививок. И в случае, например, если человек переболел, не успел сделать ревакцинацию, то QR-код прививочный аннулируется, а присваивается QR-код переболевшего, который также действует в течение шести месяцев. Изменяются требования к контактным новой коронавирусной инфекции. Теперь те лица, которые были привиты в течение шести месяцев, не более, от последней прививки, от первой прививки, они уже не подлежат отстранению от работы и получению больничного листа. Сегодня в Карачаево-Черкесии выявлено 90 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии общее количество заболевших в республике составило 28 тысяч 988 человек. Из них 25 тысяч 154 выздоровели, 785 человек госпитализированы. Печальная весть. На 87-м году ушел из жизни заслуженный деятель искусств РСФСР, обладатель Ордена Дружбы, главный режиссер Карачаевского театра имени Шахарби Алиева Борис Хусейнович Тахчуков. Ахмат Халкечев продолжит. Проститься с Борисом Хусейновичем помимо близких родственников пришли его друзья, коллеги и ученики. Именно так себя называет большинство корифеев театрального искусства и деятелей культуры современной Карачаева-Черкесии. Для нас он был другом, наставником, которому мы прислушивались, потому что огромную школу, которая у него была, он мог донести до каждого из нас. Пусть женат будет ему там. Мы все гордимся тем, что мы с ним дружили, имели отношения и вместе работали с ним. Он был нашим лидером. В Ленинграде, когда учились, он был старостой, учился отлично, закончил на красный диплом. И после учебы здесь тоже он был главным режиссером долгое время. Работал в русском театре, в Карачаевском театре. Он был нашим братом, старшим товарищем. Уход из жизни выдающегося режиссера, драматурга, исключительного таланта артиста Бориса Хвсейновича Тахчукова – невосполнимая потеря не только для театрального сообщества Карачаева-Черкесии, но и для всей культуры и творческой интеллигенции нашей республики. Говорили все, кому посчастливилось знаться с ним. Очень трудно говорить, когда человека знаешь очень близко, и он вдруг неожиданно уходит от тебя. Борис был не моим другом, он был моим самым близким братом. Мы с ним с 1957 года знали друг друга, учились вместе в театральном институте. Дорогой мой друг, если там, на том свете, есть что-то прекрасное, хорошее, пусть оно будет тебе и достанется тебе, и тебе будет пухом земля. Прощай, Боря. Борис Тахчуков окончил Ленинградский институт театра музыки и кинематографии, а также высшие режиссерские курсы при ГИТИСе имени Лончарского. Прошел режиссерскую стажировку в театре имени Массоветов. В Карачаево-Черкесском объединенном областном драмтеатре сначала работал актером, затем стал и главным режиссером-постановщиком. Этот человек за свою жизнь поставил 150 спектаклей в Русском театре и в Карачаевском театре. Им было сыграно более 50 ролей. Его спектакли, поставленные им, были на гастролях в большой стране нашей под названием СССР. Во всех уголках нашей большой страны. Борис Тахчуков внес неоценимый вклад в становление и развитие культуры республики. Он является автором более 200 статей и работ по проблемам театрального искусства Карачаева-Черкесии. Главной заслугой я свою считаю то, что создали театр на национальных языках, на карачаевском языке. Иначе был создан наш театр, который сейчас успешно работает. Борис Алексеевич Тахчуков до последнего оставался верным идеалом исключительной порядочности человечности. Его имя навечно будет в памяти коллег и благодарных зрителей. Ахмат Халкетчев, Максим Долгов, Вести Карачаева-Черкесия. Сейчас настало время прогноза погоды, а после мы продолжим выпуск. Новости Карачаева-Черкесия Девчонки, они снова приехали! Шубы от Снежки в Черкесске с 17 по 21 ноября в Центре развития предпринимательства. Обновленный ассортимент норковых шуб. Рассрочка на три года без первого взноса и переплат. А меховой жилет в подарок! Продолжаем выпуск. Сегодня день участковых уполномоченных полиции. Это служба одна из наиболее важных в системе органов внутренних дел. Основу всегда составляли преданные своему делу люди. Находясь на переднем крае борьбы с преступностью, они занимаются профилактической работой ежедневно и ежечасно, решают проблемы населения, вносят значительный вклад в дело укрепления общественного порядка. Современные участковые – это лицо полиции, связующее звено между населением, вверенной территорией и правоохранительной системой. Участковые по долгу службы приходится быть универсальными солдатами. В их компетенции находится весь спектр проблем участка, семейные конфликты, административные правонарушения, жалобы и обращения граждан. Отношение граждан к полиции прежде всего складывается благодаря их службе. В Черкесске полицейские общественники вручили на дому первый паспорт подопечному Магомеду Качаеву. В ОМВД России по Черкесску обратилась местная жительница с просьбой о помощи в получении паспорта ее сыну, достигшему 14-летнего возраста, который не может самостоятельно передвигаться. Установленный законодательством срок документ был оформлен. Начальник отдела по вопросу миграции ОМВД России по Черкесску, подполковник полиции Ольга Бачаева и председатель общественного совета при МВД по Крачеве Черкесии Мария Атабиева привезли в назначенный день и время паспорт гражданина Российской Федерации на дом заявительницы и вручили его молодому человеку. Мама Магомеда Качаева поблагодарила полицейских и общественников за проявленную заботу, понимание и поддержку. Сотрудники ОМВД отмечают, что в случаях, когда за оформлением документов обращаются маломобильные граждане, полицейские оперативно помогают им. Иногда внезапно выясняется, что кто-то задолжал, а взыскать деньги пытается с человека, который ничего не должен. Как избавиться от долгов двойника? Служба судебных приставов запустила новую функцию в своей интернет-приемной. Речь идет о гражданах, ошибочно идентифицированных как должников по исполнительным производствам. Жители могут оперативно решить свой вопрос с помощью официального сайта Федеральной службы судебных приставов. Новый сервис призван оперативно решать вопросы, связанные с поступлением в ведомство судебных решений, в которых отсутствуют дополнительные данные, удостоверяющие личность человека. Физическим лицам необходимо заполнить форму электронного обращения в сервисе интернет-приемная, выбрав тему «Я-двойник». На рассмотрение обращения идентификации гражданина, устранение нарушений и ответ заявителю на ответ заявителю отводится два дня. В течение двух дней рассматривает управление данное обращение, дает ответ. В случае необходимости подтверждения, что должник является двойником, то снимаются все ограничения, связанные с ограничениями по списанию денежных средств в банках, денежные средства, когда списывают, когда удерживают из заработной платы. То есть эти все ограничения уже снимаются в случае установления его двойником. В случае, если он является двойником по исполнительному производству, денежные средства возвращаются ему, все ограничения снимаются, то есть судебный пристав, который возбудил исполнительное производство, снимает и контролирует ход исполнительного производства. В сервисе необходимо заполнить форму обращения. В форме обращения заполняется тема обращения, потом фамилия и мое отчество, должника, дату рождения. Для корректного рассмотрения необходимо еще направить паспорт с НИЛС и ННН. Шубы без денег. С 17 по 21 ноября включительно в Черкесске в Центре развития предпринимательства по улице Горького 8 проходит меховая выставка продажи «Снежка» с полностью обновленной коллекцией. С ассортиментом идеальных шуб ознакомился и Алихан Лепшоков. Совсем скоро холода и поэтому женской половине необходимо обновить свой гардероб. Меховая выставка «Снежка» проходит по улице Горького 8 в Центре развития предпринимательства Черкеска. Такого огромного выбора качественных меховых изделий редко можно встретить на любой вкус и цвет. Рада вам сообщить об открытии нашей огромной выставки от меховой компании «Снежка» в вашем городе. Мы привезли большой, полностью обновленный ассортимент норковых шуб с гарантией прекрасного качества, разной длины, разных фасонов, разных размеров от 40 до 66 размера. Также имеется ассортимент меховых жилетов, которые мы с удовольствием дарим нашим покупателям. При том, что у нас очень идеальные условия для приобретения, а именно, только на нашей выставке вы можете приобрести любое изделие в рассрочку до трех лет. Без первоначального взноса, без переплаты и никаких дополнительных банковских страховок. И при всем при этом вы получаете гарантированно меховой жилет из песца в подарок. За наличный расчет вас здесь порадует приятной скидкой. Особенно можно отметить качество меховых изделий и идеальные условия покупки товара. Это модель-трансформер, у которой можно отстегнуть рукава, подол изделия. И получается у нас четыре изделия. Четыре в одном. И по цене довольно-таки получается комфортный платеж. Если взять в рассрочку на три года, получается три с половиной тысячи в месяц платеж. Каждое наше изделие имеет электронный паспорт с QR-кодом, где каждый покупатель может узнать всю информацию о шубьем. Именно что она произведена в России. Каждое наше изделие еще имеет сертификат и гарантию качества на два года. Ассортимент действительно превосходит все ожидания. Выставка в Черкесске проходит только по 21 ноября включительно в Центре развития предпринимательства по улице Горького, 8. В эти дни для вас доступна рассрочка на три года. Без первого взноса и переплат. Плюс меховой жилет в подарок. Алихан Лепшоков, Роберт Джигутанов, Вести, Карачаева, Черкесия. Это все вести. Прямо сейчас продолжение сериала «Скинограмма судьбы». Редактор субтитров А.Семкин